Добрый день! Продолжаем тему добавочной стоимости, ну и соответственно капитализм, социализм, чтобы вы хоть что-то пытались понимать. В 19 веке для переработки одинакового количества хлопка в пряжу с помощью машины требовалось рабочего времени в 180 раз меньше, чем при ручной прялке. С помощью машины один взрослый рабочий или подросток печатал в час столько же четырехцветного ситца, сколько раньше при ручном труде печатало 200 взрослых рабочих. В 18 веке при мануфактурном разделении труда рабочий приготовил в день 4800 иголок. В 19 веке один рабочий работал одновременно на четырех машинах и выпускал 600 тысяч иголок в день. Вот если вы возьмете калькулятор, да, и соответственно посчитаете, вы сможете понять во сколько раз выросла производительность труда. Но это измышление соответственно из учебника 1954 года, да, то есть и соответственно прошлого века. Насколько возросла производительность с помощью там различных более усовершенствованных машин, электроники и так далее, да. То есть я думаю, что в принципе посчитать можно, но совершенно точно, что это тысячи и тысячи раз. И вот тут возникает тот самый интересный вопрос той самой добавочной стоимости. Вот в одном случае, да, то есть когда там 180 раз выросло, это значит, что примерно 180 рабочих было выброшено. Когда с 4 тысяч до 600 тысяч, да, то есть там возросло производство по иголкам, количество рабочих какое было выброшено, я думаю, тоже сможете посчитать. И вот смотрите, получается какая зависимость, когда происходит присвоение той самой добавочной стоимости и такое ограниченное вкладывание в развитие, как собственно поступает капиталист. То есть если ему не надо вкладываться, то он в принципе не развивает производство и то, что там количество людей достаточно большое выбрасывается на улицу, его мало волнует. То есть мы, я думаю, что видим это из множества примеров и так далее, да. Ну вот смотрите, вот получается, но тут возникает такая самая штука, что он производит для кого-то, да. То есть вот грубо говоря, там есть определенное число людей, которые могло это потребить. Вот 180 человек он этих вытянул. Соответственно, если эти люди не нашли себе работу, да, то есть и не могут продолжать обеспечивать нормально свою жизнь, то соответственно они уже не смогут купить то самое количество, которое произвел тот самый оставшийся человек. Ну и соответственно это потянет то, что этот человек должен будет снижать производительность, что в свою очередь обратно повысит добавочную стоимость и возникнет тот самый коллапс, когда вроде как товар есть, но денег для того, чтобы его купить, нету в силу того, что люди уволились, да. То есть и это в принципе криптуалистический путь и постоянно мы видим, что да, то есть каждые там 5-7 лет при капитализме возникает вопрос кризиса. Да, они уходят в кредиты и так далее, но является ли это развитием и насколько дальше можно будет уходить в кредит, совершенно непонятно, потому что сейчас уже, я думаю, что вы видите, в мире есть отрицательные ставки по кредитам. Дальше в силу того, что это все равно не, ну то есть либо это должно уходить еще дальше и до нас уже дойдут тогда когда-нибудь эти самые отрицательные ставки, то в принципе дойдет и тогда как-то нужно будет выходить из этого кризиса. Как выходить из этого кризиса, я думаю, читайте историю, вы всегда увидите, что из любого кризиса более-менее глобального, да, то есть капитализм всегда выходил только войной. Соответственно, других путей придумано не было. То, что война может быть горячая, может быть холодная, я думаю, что те, кто маломальски изучал историю, в курсе. Соответственно, в результате холодной войны разрушается экономика противооборствующих сторон, ну соответственно, и со всеми вытекающими. Другой же путь, это путь тот самый социалистический, тот, который предлагают коммунисты. Это путь, когда ту самую добавочную стоимость ее все-таки направляют в развитие, чтобы вот те самые 180 человек, которые остались без работы, они не остались гарантированно без работы. Да, в результате этого приходится вкладываться, да, тот, кто имеет эти станки, там, усовершенствовал, он не получит той сумасшедшей сверхприбыли, на которую он пошел для улучшения. Но в результате получается следующая цепочка. Вот эти 180 человек, они останутся, они будут что-то производить, другой необходимый товар, там, возможно, для усовершенствования какой-то. В результате они останутся с нормальной заработной платой. Эта заработная плата позволит купить достаточное количество тех самых, там, хлопка или что там обсуждалось. И, соответственно, человек, который уже работает на этом станке, он сможет производить то самое, которое производит он сейчас, и уже стремится к улучшению, чтобы снижать себестоимость, ну и, соответственно, направлять дальше свой труд на увеличение добавочной стоимости. И тогда уже не возникает того самого кризиса, который возникает при том, что когда у людей нет денег, и им нечем платить. Потому что деньги ушли в развитие, все при работе, все сыты, все довольны. И, соответственно, улучшается. Но приходится тогда, да, то есть ограничить свою сверхприбыль, которую получает один человек. Вот и все. Поэтому, ну а какой путь вы выберете в своей жизни непосредственно, это ваш выбор. Но, по крайней мере, путей, как бы вы его ни называли, капиталистический, феодальный и так далее. Все равно, то есть, их как таковых несколько. Либо человек эксплуатирует человека, либо человек не эксплуатирует человека. Вот и все. Поэтому думайте, решайте. Ну и кому интересно, задавайте вопросы. А если кто-то начинает фантазировать о том, что где-то есть хороший капитализм, ну давайте, называйте страну, в которой есть хороший капитализм. Либо хороший какой-то строй, где происходит эксплуатация человека-человека. Мы будем разбираться, где там подводные камни. А то, может быть, окажется, что там происходит так. Потому что они паразитируют на, как монополии, метрополии на своих колониях каких-то. Которые сейчас, возможно, и перестали называться колониями. Но, по факту, именно так. А в одном из следующих видео я попытаюсь вам рассказать, почему мы пришли снова к рабству, как бы его не завуалировали, на территории одной страны. Ну а дальше вы напишите, если интересно, насколько это совпадает. Да, ну и помните, что в этом году выборы в Государственную Думу. Поэтому есть шанс мирно и законно повлиять на наше будущее и на будущее наших детей. Все.